Вот сейчас существует пошлое явление туризм, когда пролетарии почему-то думают, что им нужно вот свои эти вот туши, хари, показать Парижу, Риму, Лондону, Мюнхену, Берлину и прочим изумительным местам. Хотя это просто противопоказано этим местам, чтобы показывались там эти физиономии. А раньше, это началось в эпоху Возрождения, а пик и лучшее время этого явления это XVIII век, ну где-то так с конца XVII по 1820-30 год, дальше уже буржуазная эпоха пошла не аристократическая. Вот я говорю о Гран-туре. Гран-тур, большой тур, большое такое путешествие. Аристократы, молодые аристократы отправлялись поодиночке или любовными компаниями, дружескими компаниями изучать наследие архитектуры, живописи, музыки, вообще эстетики. И с севера Европы, как правило, в основном, конечно, это все-таки Англия, из Англии отправлялись через Францию в Италию. Были разные маршруты, конечно, Швейцария и Германия, вся Франция, и из Франции в Италию тоже. Но вот такой, вы знаете, самый известный классический маршрут, это из Лондона через Францию, через Париж, потом Швейцария и Северная Италия, Ломбардия, Венецианские виллы, дальше Флоренция, вниз к Неаполю, потом уже Сицилия. Вот такой маршрут. Потом многие захватывали Грецию, путешествия, кто-то вообще интересовался, потом плыл на восток, но неважно. В основном, конечно, ну что говорите, Италия. И вот этот вот Гран-тур, для меня это очень близкое явление, потому что это вот моя жизнь, путешествие в эту эпоху и по этому направлению. Это для меня самое близкое, самое интересное. И я вам сейчас покажу предмет из Гран-тура и, в общем-то, сам Гран-тур. Это вторая половина XVIII века, рисунок в смешанной технике, там тушь, перо, заливка. Сейчас я вам его покажу. Здесь не очень еще видно качество бумаги, она с водяными знаками, но это надо на свет, на просвет смотреть. Значит, что здесь изображено? Ну, вы понимаете, что это амфитеатр Флавиев, это Колосеум, это Колизей, который был построен с 72 по 80 год нашей эры на месте, где ранее был сгоревший золотой дом Нерона. Это одна из его частей, одна из его частей. И здесь, посмотрите, две легко так обозначенные, легко фигуры двух тоже путешественников в этом Гран-туре. Здесь мы видим, что интересно, это взгляд с Капитолийского холма, с Капитолия. С его стороны, не с Капитолия самого холма, а со стороны, да, то есть уже на дороге, но со стороны холма. И обратите внимание, вот видите, вот этот вот провал-проем, да, почему важно иметь, для историков, почему важно иметь рисунки, старинные фотографии, ну, конечно, рисунки, литографии, гравюры разных эпох. Потому что здесь мы видим то, что сегодня совершенно по-другому, потому что вот эта часть, здесь уже реставрационно, еще одна хорда дополнена, она восстановлена, хорда кирпичная вот в этой части. Сейчас здесь заполнение, да, а в 18 веке, во второй половине 17 века этого не было. Еще было то, что было аутентично разрушено, разрушено, видите, это было в разрухе, потому что фактически весь этот Колизей, весь этот амфитеатр Клавиев, его воры-бандиты, значит, из подручных папы, христиане растащили на строительство христианских храмов, и в том числе, конечно, Ватикана растащили. Поэтому вот он был в таком состоянии, есть в таком состоянии, но вот любопытно, что здесь тот вид, который был в 18 веке. Что еще характерно, видите, как легко, как непринужденно показаны облака. Посмотрите, буквально одной чертой обозначены облака, две фигуры, обломок колонны. И вот, как вам сказать, вещь достаточно простая, хотя 18 веку изменительная, тоже музейного уровня, но очень простая. Что здесь важно? Важна атмосфера, важна легкость, важны вот эти две фигуры, которые, кстати, обе с тросточками, конечно. Она подписная работа, там, где колонны, под колонной есть подпись. Я думаю, что это, хотя она вполне себе прилично нарисована, тени, легкость, все, очень легкая манера, вполне профессионально, но я думаю, что это мог быть аристократ. Молодой они все прекрасно рисовали, музецировали, к этому обучали. Это альбомный, понимаете, это альбомный рисунок. Здесь вот есть такие вот поля. Это альбомный рисунок. И, видимо, это был такой вот альбомчик, который... Тогда же фотографий не было, и вот этот путешествие аристократ, он зарисовывал то, что встречал на своем пути. А вообще, вот эта эпоха Гран-Тура, она оставила по себе массу великих предметов. Потому что это гравюры, литографии, рисунки, портреты. Когда аристократы пребывали в Италию, их зарисовывали, их писали местные выдающиеся художники. Прежде всего, конечно, это Помпео Батони, один из главных художников Гран-Туры, который запечатлел весь цвет британской аристократии. Это фантастической красоты по колору, по эстетике, по элегантности портреты. И оттуда везли мраморные, бронзовые, потом уже дешевле-дешевле. Там уже пошел стюк, там пошел шпат, предметы, копии антиноев, геркулесов, гидр, волчицы римских. Копии, копии, копии. И от огромных, мраморных, изумительных, которые были 16, 17 и 18 век, постепенно все это как-то сошло, сошло. И сегодня пошел к пластмассовому оплывшему ужасу для туристов. А вот был когда-то Гран-Тур. Я вам покажу еще, чтобы вы представляли, насколько это важно. Вот выпущен такой блестящий, огромный, это очень редких, нескольких экземпляров всего, альбом по Гран-Туру. Видите, вот здесь у нас на Римской площади Пиаца Навона, да? Да, Пиаца Навона. Вот такой огромный альбом, где собраны частично, конечно, все нельзя собрать, гравюры, литографии, предметы, которые привозили аристократы из Гран-Туры, из Италии к себе в Париж, в Лондон. Вот такой вот изумительный альбом. То есть это очень важная, очень большая тема. Мы к ней будем возвращаться. В моей коллекции есть очень серьезные, большие предметы, которые там надо будет, чтобы помощники сзади меня носили, потому что нельзя постоянно бегать снимать петличку. Вот из Гран-Туры 18-го, начала 19-го века такие предметы фантастической красоты. Но вы должны понимать вот эту разницу между аристократическим путешествием и туристической ордой бессмысленной и беспощадной. Давай дальше.